Зрители библейского портала Экзегет.ру задали несколько вопросов, которые связаны с Великим постом, сдавались когда он еще наступал, сегодня уже он идет и этот пост вообще все что связано с постом весят скажем так антураж некая универсалия Великого поста культурно-универсалия. Оно рождает часто многие вопросы во-первых по причинам того что пост предполагает некое внешнее делание и на нем часто делают акцент а там где есть внешнее дело не там всегда очень много предписаний и это всегда непонятно людям вот а с другой стороны пост действительно очень особенное время я помню свой первый великий пост это было просто какое-то погружение в радость и благодать это к сожалению не всегда так было но первый пост был просто удивительно это было конечно очень давно я тогда был молод и вот это состояние почему-то мне казалось я понимаю что так не было но мне казалось я помню эти ощущения что всегда был залитый солнцем вечный день вот я не помню ничего и помню только удивительную радость и солнце везде душе в уме вот на улицах в доме это какое-то исключительное солнечное бытие сожалению продолжалось это не каждый пост и такого светлого поста наверно больше никогда и не было но это дало понять что пост это особенное время особенная радость и особенная благодать и всякий раз вступая в а луна поста в русло поста я все хочу чтобы это повторилось еще еще раз чтобы эта радость она вернулась может она вернется когда я буду умирать вот но даже тогда когда я буду умирать я хотел пережить эту радость вновь и вновь потому что в любом случае пусть та полнота света и радости не возвращается вот уже 30 лет но особая благодать особое прикосновение к особым миру отношений с богом я испытываю все равно по-прежнему каждый великий пост и дело вовсе не в еде хотя первый пост воздерживался я очень очень сильно и очень ревностно так не так ревностно как очень многие тогда известные мне люди я знаю лично человека который 40 дней ничего не ел в одни поста вот его наверное уже нет живых в тот момент когда я его встретил это было 27 лет назад ему уже тогда было около 50 вот наверное его уже нет живых но я вот живым его видел очень светлый очень человек был художник то есть я понимаю что вот как бы я не постился я не пащусь потому что я видел живым человека который просто ничего не ел и и это меня всегда самоукоряет трезвит смиряет но благодать действительно дается для того чтобы пережить надо обратить внимание не на то чего ты не ешь на другие вещи первое это конечно богослужение оно тяжелое трудно но когда ты эту тяжесть преодолеешь когда ты принудишь себя побыть и третий четвертый пятый седьмой восьмой и двадцатый день ты чувствуешь что все вокруг меняется важно только не просто стоять и слушать то что ты не понимаешь вот там где-то читает псалтырь где-то что-то там непонятное поют а я стою и думаю о чем-то своем не ничего не будет а если я принуждаю себя либо внимать тому что читают и поют если это возможно либо молиться самому если слышать невозможно то тогда происходит совсем другое мне трудно да потому что я привык жить расслаблен смотреть телевизор читать книги спать есть стоять три два пять я стоял было время семь с половиной часов на великопостной службе уставной сейчас таких служб я не вижу ну вот тогда у меня было такое время с 7 часов утра до 14 00 вот мы стояли и когда ты это время пытаешься молиться вот молиться или слушать псалтырь или снова молиться и снова слушать псалтырь это да это изнеможение но через какое-то время как это сначала ты несешь крест потом крест несет тебя ты вдруг понимаешь что невозможно если меня лишить этой службы это украсть у меня вырвать кусок моей жизни что-то происходит меняется что-то открывается потому что ты принудил себя то ради христа очень бы важно например прочитать вникнуть в службы постной тревоги я ничего красивее в жизни не читал не видел не слышу но это уж наверное вопрос к людям которые организуют великопостные чтения вот чтобы они постарались сделать так чтобы это было слышно и понятно дело не в языке это все понятно дело в качестве звучания в неспешности произнесения слов и в том чтобы это было слышно тем кто находится в храме вот и это не обыкновенно они они их невозможно без слез читать невозможно без слез слушать они сокрушительные умилительные очень очень мудрые слова вот и и часто скажем возникает вопрос людей которые ну вот вступают в великий пост потому что ну скажем когда я вступал в великий пост я был человеком не обремененной семьей у меня были родители которые очень трепетно я до сих пор и всегда покажи буду благодарен им за то что они это делали они всегда трепетно относились моему выбору выбору церковной жизни хотя это был тогда девяностый год всего лишь и никогда не пытались ну что-то там как-то надавить или не понять вот очень благодарен им за это понимаю что не у всех такая ситуация у кого-то есть семья есть дети есть муж который совершенно не разделяет и все это ты не сам себе готовишь то есть ты как-то вот включен в некое социальное многообразие политру жизни и понимаю что не у всех есть возможность побывать на на будничных великопостных благослужений хотя у меня была такая возможность с девяностого года и она вот продолжается тридцать второй год подряд я могу иметь возможность присутствовать каждый день на будничных великопостных богослужениях не у всех так есть не у всех есть возможность даже побывать на каноне покаянном великого покаянном каноне Андрея Критского не у всех есть возможность быть на литургии прежде священных даров просто вот ну хоть как-то даже соблюсти там вот внешнюю какую-то структуру поста я понимаю все это и поэтому именно этим порожден вот вопрос который меня который мне задают что делать если ты нарушил пост стоит ли продолжать поститься конечно стоит не надо впадать в отчаянии это не имеет отношения ни к вам ни тем более к Богу это вражьи помысл вот что значит нарушил пост вот что значит нарушил пост вы задумайтесь что я нарушил я ну что я нарушил я сегодня там семь дней постился а вот этот день не попостился ну что я нарушил проследить эту мысль если что я не смогу там вот в предпасхальный день сказать я попостился вот и все что я нарушил я нарушил собственное самолюбование собой что я все выдержу больше ничего не нарушил я сегодня сорвался и поел может потому что у меня отчаяние может потому что у меня уныние может потому что у меня жуткие желудочные колики начались может потому что ко мне гость пришел и сказал слушай я прям умираю колбасы хочу может я на день рождения оказался вовлеченный или еще что-то да забыл я просто пришел друг принес хот-дог и я воодушевленной беседой съел этот самый несчастный хот-дог и все да мало ли каких случаев если конечно как может ну такой вопрос возникать у монашествующего человека или скажем даже у меня который всегда свои посты проводил в некой церковной структуре в некотором более или менее социально ограниченном пространстве естественно как то вот ну просто у меня рядом не было людей которые могли бы меня случайно или не случайно соблазнить вот мне легко об этом говорить но у людей разная жизнь ну и что что я сегодня что-то сделал не так ну и что что разрушилась я ведь просто там чуть-чуть ну съел недолжного все или скажем на кого-то накричал пришел на исповедь сказал прости и пошел дальше но если я например решил дойти из пункта а в пункт б шел 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 я дойду шел 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 устал не могу все сел отдохнуть это же не повод что возвращаться обратно и в пункт б не идти но посидел отдохнул и пошел дальше вот это на самом деле это вражьи помыслы потому что они апеллируют не к нашему здравому смыслу а к нашей страсти к нашему тщеславию к привычке любоваться своими достижениями привычке любоваться своими усилиями ну вот скажем каждый это чувствовал вот надо там разрубить ну скажем вот опыт моей жизни навалили целую машину дров надо все это ну там примерно двадцать кубометров надо все это разрубить и перетаскать там метров за сто за двести вот ну что да тяжелую работу надо делать делаешь 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 осталась кучка маленькая тебе говорят все иди там за тебя доделай тебя лишили этой радости ну как вот так здорово последнюю вязаночку отвелся по раду какую я кучу тут перетаскал а тебя лишили этой радости вот ты теперь не можешь сказать я перетаскал эту кучу хотя на самом деле ты из двадцати восемнадцать километров перетаскал но все равно ты уже удовольствие от этого не получаешь как праведный Семен Верхотурский не дошивал шуб специально чтобы не получать этой похвалы не чувствовать это удовольствие что ты закончил работу поэтому и попускается вот эти вот огрехи падения во дни поста чтобы сбить с нас вот эту самую спесь некую чтоб мы не гордились не хвалились но продолжали поститься есть замечательный эпизод в книге митрополита Антония Сурожского он вспоминает когда великим постом в четверг великого поста он был приглашен в одну семью как врач чтобы он исцелил их ребенка они пригласили его в гости чтобы как-то вот они били бедные чтобы как-то его порадовать он не счел не счел возможно отказаться зная что для этой семьи очень и очень это дорого и пошел к ним ну просто думал что попьет чай они люди не очень грамотные они взяли и приготовили курицу великий четверг страстной седмицы монах вот но он знал что им стоило купить эту курицу и что стоило приготовить если бы он отказался они были бы раздавлены обижены и угнетены они простые бедные люди и он поел эту курицу вот естественно в ужасном состоянии идет к своему духовнику и говорит ну вот так если бы Бог хотел чтобы ты до конца допустился он бы тебе дал такую возможность он увидел у тебя некое самомнение и от него вылечил ну у тебя еще есть два дня постись кто тебе мешает вот вот так примерно и нужно носиться случилось что не случилось неважно со следующего дня продолжаем поститься так как постились все остальное от лукавого внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и гонки и и и и и и и и и